Как наклеить проблемные обои? Проблемные, потому что темного цвета, потому что с металлическим отблеском, потому что проблемные. Подошли к коридору. Сейчас надо посчитать, прикинуть, куда какие полоски будем клеить и заранее их нарезать. У нас осталось всего три полноценные полоски. Полноценные, потому что длиной 2 метра 75 сантиметров. Еще осталось три отрезка длиной 170 сантиметров, которые мы будем клеить за батареей и над окном. И эти три полоски надо распределить таким образом, чтобы их хватило на коридор. Одна полоска у нас пойдет вот на эту стену. Нам необходимо ее наклеить вокруг двери. Наступаем следующим образом. С этой стороны можно взять полоску. У нас расстояние 76 сантиметров. Это до коробки, до дверной коробки. Здесь еще наличник будет 8 сантиметров. То есть он закроет вот это пространство. Поэтому можно чуть меньше взять. Меряем. 74. 74. Чуть-чуть 2 сантиметра завернется. Отлично. Можно 76 взять. 76 сюда. И 30 с этой стороны. С этой стороны она должна нахлёстно лечь вот сюда, на эту подрезку. После чего мы углу прорежем. И то же самое сюда. Выйти и с другой стороны, чтобы вышел, чтобы наличник вот эту часть, вот это место закрыл. И были видны только обои. Из одного полноценного полотна делаем две полоски. Одна шириной 30 сантиметров. Вторая шириной 76 сантиметров. И здесь надо не забыть отрезать так, чтобы верх полоски располагался таким образом, чтобы с этой стороны у нас был заводской стык. И с этой стороны тоже был заводской стык. После чего мы возьмем отрезок сантиметров 70 и наклеим его над дверью. С одной стороны встык мы его наклеим, с другой внахлёст и прорежем. Вторая полоска с другой стороны. Здесь я тоже все просчитал. У нас здесь 20, здесь 20. 44 сантиметра я возьму сюда. Отрезок шириной 44 сантиметра. Здесь нахлёст пойдет на стену и здесь немножечко внахлёст пойдет на стену. Заводской стык тут не нужен, можно с середины полотна взять этот отрезок. И здесь 30 сантиметров. 30 сантиметров немножечко завернется. Здесь заворачивать не надо, потому что с этой стороны завернется вот этот отрезок. 30 сантиметров внахлёст и мы его прорежем. Здесь в этих местах обязательно надо делать внахлёст и прорезать. Потому что углы неровные, кривые, ужасные углы, тут не ровняли ничего, даже не шпаклевали. Значит, 30 и 44. И здесь то же самое, врежем кусок небольшой по длине, 70 сантиметров будет достаточно, и с одной стороны встык, а с другой стороны прорежем. Я уже заранее их отрезал и сейчас наношу клей. Здесь все то же самое. Приложили обои, чуть запасов. Отрезанный уже кусок обои прикладываем, чуть запасом и обычным уровнем пузырьком отмечаем вертикаль. И не путая вверх снизу, чуть-чуть на потолок. И сразу вверх. Очень проблемные обои. Чуть надавился, раз след на них остается. Поэтому аккуратно. Фильм и соседи дарим. Тичим. Тичим. Продолжение следует... Вот видно расстояние, и наличник его скроет. Сейчас склею полосочку сюда, после чего наверх. С одной стороны встык, с другой прорезаем. Сначала сейчас, конечно, по периметру подрежу потолок, и все протру, и вытру с помощью губки клей. Наклеили с этой стороны полосочку, наклеили с этой стороны полосочку. Здесь, конечно, пришлось помучиться на этот угол, натянуть на этот наружный угол, который без перфорированного угла, весь вот такой вот кривой. Натянул, заворот на эту стеночку, заворот на эту стеночку. Здесь эта стена пойдет у вас, другие обои комбинированные с рисуночком. И мы без проблем их наклеим на этот заворот, и потом прорежем методом двойного реза. А сейчас клейм сюда полосочку, внахлёст, вот на этот заворот, который сейчас и прорежем. Отметили с помощью обычного уровня вертикаль, и клеим полосочку. Я ее заранее отрезал. Не забываем про заводской стык, про заводской край, который должен идти справа. Здесь же мы будем прорезать. Лучше ты, миленький. Эту часть закроет наличник. Нам ни к чему переводить материал. Вверху я подрежу чуть позже. А здесь этот долбанный домофон. Вот такой надрез щадящий вертик. Вертикальный делаем. И заводим его сюда. Телеком. Выключаем то же самое. Их можно не снимать. Опять щадящий надрез. Надрез заводим опять. Это вот если вы не хотите вы снимать полностью, выключатель. Чтобы он сработал в ходе ремонта. Аккуратненько, чтобы кабель не повредить. Вертикальный разрез обязательно должен сойти. И чтобы домофоном спрячется, то спрячется. А вот эту часть будет видно. А вот надрез. Совсем не заметен. Высходящего не будет видно. Тут немножечко горизонтально, где вы, где, непосредственно, где самая розетка находится. Чтобы провода не упирались в обои. Сверху сейчас пройду, отрежу. С помощью шпателя смотрите, как это делают в других роликах. И двойной отрез смотрите тоже в другом ролике. Называется подрезка обоев в кривых углах. Покажу сейчас, как клеить вот эту подрезку, так называемую, на дверь. Я то все рассказываю, рассказываю, ни разу не показывал. Вот верх обоев. С одной стороны стык. В принципе, все просто. Заранее, конечно же, отрезали необходимую длину. Из тех кусков, которые остаются. Остаются от рулонов по причине высоты потолков больше, чем 2,50. Метр семьдесят, это, по-моему, Павловске остается. И вот на эти места они идут. Над окнами, над дверьми, дверями. Не знаю, как правильно. Да простят меня, да простят меня, мои подписчики. Над дверями, наверное. Все-таки над дверьми надо будет посмотреть. Вот здесь стык подогнали. Все ровненько. Так. Тут вот до угла. В принципе, мы уже отвернули лишнюю. Не мешалось. Важно не борщинуть. Борщинул. Ну ладно. Подрезать можно, подрежем. Борщинул, да, чуть-чуть. Аккуратнее надо в таких случаях. Еще немного натянется. Свет сюда вот не попадает. Так интересно, можно показать. Здесь 5 миллиметров буквально нахлёст. В принципе, если аккуратно резать, этого достаточно. Так, сначала по потолку отрезаем лишок ненужную часть. Нож не вынимаем, шпатель переставляем. Классика. Иногда, в принципе, нож можно и вынимать. Кстати, вот именно на темных обоях этот отрез хорошо заметил. И держим шпатель. Издеваем. Теперь, конечно же, лезвие обламываем. Постоянно мне пишут в комментариях, что для этого есть специальная часть сзади ножа с щитом. Да я знаю прекрасно, как правило, они вечно вылетают. Вот, как в моем случае. И где их искать, он узнает. Поэтому плоскогубцами удобнее. Так, а теперь двойной рез. Свет. Вот так вот. Вот где-то здесь. Нажимаем. Шпатель главное сильно прижать, что он прилегал, чтобы притягивал, придерживал обои, иначе они полезут. И, держа лезвие под наклоном, вырезаем сразу два пуска обоя. Поэтому, собственно, и называется двойной рез. Выбись. Вот так делать не надо. Все-таки борща новая. Поэтому придется новую... Новую полоску обоев вклеить. А вот все равно не пойдет. Интересно. Вот так пока прилить его. Переклеим ее на эту сторону. Не выбрасывайте. А сюда сейчас другой кусочек. Другой вот кусочек отрезан. Да, я даже отрезать не стал. Остаток был взят. В этот раз-то я уже... Так, подгоняем. Какой-то анекдот какой-то рассказываю, чтобы не скучно зрителю было. Так, вообще в планах как бы сделать все-таки прямой эфир для этого процесса. Просто пока не знаю, как подключить в этом случае экшн-камеру с головы, чтобы через нее транслировать прямой эфир. он будет узнать и заморочиться. Наверное, будет интересно людям смотреть. Этот момент, момент, когда прямой угол, наружный угол обклеивается, когда двойной отрез, ну и всякие такие сложные моменты в процессе оклеивания обоев. С этими обоевом, кстати, вот так очень осторожно работать, как бы, гладилкой, именно пластикой. Очень легко их повредить. Так. По длине отрезаем. Поверху сначала. Главное прижать шпатель, чтобы обои держали, чтобы лиза их не собирала. И по наклонам держание, для классика. И здесь теперь в этот раз. Ну так, поближе к углу берем. Обязательно здесь прижаты должны быть обои держаться должны. Так, а здесь вот так можно. Убираем одну. И вторую. Старый отрезок не вернет точно. И тоже убираем. Здесь вот наличник вот этот вот кусочек закроет. Вот так вот наличник идет. Не переживаем. Хуже нет, когда кривые стены, кривые двои. Ну, хорошо смотрят зато эти ролики. Все-таки народ у нас не богатый. Штукатурить квартиру в ходе ремонта. У всех есть возможности. Да и желания тоже. Да и к чему они там ровные, идеально, стены в уровне. Чтобы мебель встала, чтобы мебельщикам упростить задачу, которые и так такие цены заряжают, что мамы не дают. Приехали, все ровное, воткнули здесь. И мы уехались с капустой. 72 тысячи, блядь, шкаф встроенный, куполь. Я вот недавно был, просили меня. Обратились люди в комнату выровнять, шпакаливать, обои, наклеить. И вот просят с одной стороны сделать ровно, потому что шкаф куполь оставить. Я спрошу, сколько шкаф? 72 тысячи. Конечно, с фурнитурой, с работы, но все равно, блядь, машин дешевые можно купить, лишь за эти деньги. Шкаф сраный. Попросили за 10 тысяч все выровнять. Поправил и наклеить обои. Я как услышал, цену 70 тысяч. Накинул 2000 за выравнение под шкаф. Отказались. Сейчас с ума сошли. Так, и вот этот, последний кусочек, который у нас, который не удалось наклеить. Изначально подгоняем стык. Так, вот здесь. Здесь далеко лучше не залазить, потому что наличник вот до этого места закрывает. И будет маленький горизонтальный отрез в этом месте. Растикально не страшен. От горизонтальных надо остерегаться. Он необходим. Вот здесь подрезаем, клей вытираем и подписываемся. И колокольчик жмем обязательно. И есть колокольчик выгнете. Продолжение следует... Подписывайтесь на мой канал и не забывайте мышц шпателя.